28 мая традиционно в республике беларусь отмечается день пограничника евгений расскажи как служатся пограничникам в настоящее время в нашей стране довольно таки интересно то есть та же природа застал вот у нас мог себе место маленькое но там все люди вот они как одна большая семья вот так вот командире требуют что нужно требовалось да они может где-то суровы но служба такая я услужил пограничная застала тамашовка то места там очень красивые какие твои первые впечатления в армии это было очень непросто на самом деле потому что новая обстановка новые люди людей было очень много то есть это стресс сразу же попадаете на учебный пункт получается вот там нас обучали учили стрелять там подшивать форму и все такое было сложно со временем стало легче служить ну да человек ко всему привыкают в любую атмосферу поначалу тяжело то есть адаптироваться все а какие еще отличия службы у новобранцев и у тех кто уже готовится к дембелю чем отличается эта служба новобранцы они менее опытные не меньше знают местности не меньше знаю там как делали ну действовать в той или иной обстановке то есть от новобранцев их чаще всего ставится старшим призывом с более опытными парнями чтобы они могли показать рассказать там как правильно нести службу с обеспечением что с обеспечением все в порядке можно где-то что-то свое прикупить например нам выдается там сильнее зимняя тельняшка там кальсон и тоже зимняя но если там уже вообще не можешь что ну дома присылали то есть термобилет тоже одевали то что вот эта зима что было она была очень суровая то есть ну давно таких зим не было то было довольно таки сложно за время службы много ли было у тебя выходных выходной то есть раз в неделю это у нас считается воскресенье вот есть такая поговорка что почему улыбаешься сегодня ведь не воскресенье на заставе все зависит от того сколько часов службы неделю ты принес вот от этого толкивать то есть если вот очень большая нагрузка то тебя уже очень много часов было тебе уже ставят выходной часто ли тебя навещали друзья родственники близкие не часто потому что ну в стране был коронавирус болел ли ты коронавирусом за время службы насколько я знаю нет карантин у вас вводился какой-то вводился на боли все протиралось там раствором то есть там каждые полчаса например интернер ручки полымались с хлоркой вот это вот все каждые полчаса но полым или снят полы каждые три часа мылись а вот ручки на протерялись каждые полчаса за это там назначались ответственные люди если кто-то там болел у кого-то там насморк что-то появлялся кашель твой наш начальник он смотрел нас было специальное помещение то есть давал им это спаться отлежаться чтобы если все еще хуже становилось то там тоже отправляли в больницу в отряд и если в погран от отряде в погран войсках дедовщина на сегодняшний день мне сказал что нет то есть пограничники это как я уже повторялся это одна большая семья если ты там не будешь уверен своим товарищи потому что вы несете службу двоем вы уходите в лес у вас в руках боевое оружие то есть ну какая там дедовщина нужно доверять полностью разрешено ли было у вас в части пользоваться мобильными телефонами как в части такие вот на заставе то есть пограничники но нам запрещали пользоваться то есть таксофон был таксофон да таксофон и письма это все что у нас было то есть полтора года без мобильного телефона что тебе дала служба в армии считаешь ли ты эти годы мы потерянными либо наоборот я обрел очень много товарищей людей знакомых которые я могу обратиться в том же самом рейсе но по всей беларуси потому что парней много было то есть какой-то дисциплине сильно учился вот порядку какие твои дальнейшие планы ты отслужил демобилизовался что дальше в твоей жизни ну как-то нужно устраиваться в этой жизни долго не сидеть не праздновать потому что то очень может затянуться от ошибка молодых парней что вот я ушел на дебель там все то есть нужно гулять там по полугода но нет это слишком скорее всего что работу нужно устраиваться рассматриваю также службу по контракту